Родители школьников выучили новое слово – снюс. От него у многих наверняка уже нервно потряхивает. По родительским чатам ходят жуткие истории. Детей травят конфетами с наркотиком. Яркие коробки продаются в обычных магазинах. Внутри бездымный, но не безвредный табак. Маркировка 18+, но когда это останавливало подростков? По федеральным каналам прошла информация об отравлении школьников. В Югре пока таких случаев нет, но в школах проводят родительские собрания. Медики разъясняют взрослым возможные побочные эффекты. Что прячется в яркой коробке и как законотворцы реагируют на опасное веяние, расскажет Виктория Редькина. Яркая привлекательная упаковка и, как обещают блогеры в своих видеообзорах, классная приколюха или модная замена сигарет. Жевательную смесь еще называют снюс. В составе чаще всего никотин, глицерин, соль, сахар, сода и ароматизаторы. На некоторых банках или по-молодежному шайбах указаны целлюлоза или пищевая добавка Е460 и пропиленгликоль Е1520. Я начал кидать снюс. Да, вот такие вот дела. Это, в принципе, обычный жевательный табак. Просто там кидаешь под губу на минуты 2-3 и все, курить тебе уже не хочется. И в целом снюс сейчас даже по бюджету обходится дешевле, чем обычные сигареты. То есть представьте, я выкуривал по пачке в день, это примерно 3 тысячи в месяц. В то время как снюс там, одна шайба стоит рублей 250-300, ее хватает на неделю. Если сравнивать с сигаретами, он содержит более концентрацию высокую никотина. Вследствие этого никотиновая зависимость формируется очень быстро. Пользуется спросом у подростков и молодежи. Они считают, что он безвредный и модный. В некоторых вот этих пакетиках, снюсах, содержание никотина очень высокое. Вследствие этого могут возникнуть и оборочные состояния, и сознание теряют ребята. Ну и бывают тяжелые формы. Шоколадные, фруктовые или со вкусом газировки и энергетических напитков. А значит, запах от табака не будет. И родители, и учителя не заподозрят. Это и подкупает молодых людей. Некоторые блогеры рассказывают не только, где купить снюсы и чем они отличаются, но и как спрятать их от родителей в домашних условиях. Я подготовил его как для мальчиков, так и для девочек. Парни, скоро начнется зима, и теплые пары носков вам однозначно пригодятся. В том числе и для того, чтобы прятать туда шайбу со снюсом. Только в одной она здесь есть, а в другой ее нету. Несколько недель назад по всей стране забили тревогу. Ролики, как школьники пробуют новомодное вещество, просто заполонили интернет. Кто-то наспоро, кто-то ради забавы. Но совсем не до веселья, когда на одну чашу весов с хайпом встает человеческая жизнь. В СМИ начали появляться сообщения об отравлениях подростков с нюсами. В Югре, к счастью, таких случаев нет. Несмотря на это, в школах по всему округу проводят профилактические встречи, как с детьми, так и с родителями. Когда мы показываем фильмы и рассказываем об этом с приглашением специалистов, школьники действительно сначала как-то со смешками на это все смотрят, а в конце уже всех лекций остаются и с трудом выпускают специалистов из класса. Засыпают вопросами, очень интересно. Эльвира Вахрушева ситуация с популярностью с нюсов обеспокоила. Она воспитывает двух сыновей. Подростки учатся в шестом и восьмом классах. Первый раз, когда услышала, я не знала, что такие вещества есть. Я услышала об этом буквально неделю назад и была сначала в панике. Я потом взяла себя в руки и решила, что надо разговаривать очень чаще. Конкретные примеры приводить, к чему это приведет. Но вот вопрос, кто продает подросткам никотиносодержащие вещества. Ведь на упаковках белым или черным по цветному написано, использование несовершеннолетними недопустимо. Однако в России на сегодняшний день нет законов, регламентирующих продажу с нюсов. А на самом ли деле продавцы с нюсов спрашивают у всех покупателей паспорт? Вопрос открытый. Пока остается только полагаться на их порядочность. Нами было принято решение в первом квартале и по возможности быстро принять такие решения. Я знаю, что правительство региона в этом плане работает. И губернатор дала также на антитеррористической комиссии поручения, связанные с решением этой проблемы. Я думаю, что совместными усилиями мы разработаем необходимые документы для того, чтобы можно было регулировать эти проблемы. На этой неделе в Сургуте уже изъяли крупную партию снюсов. На магазин, который якобы торгуют ядовитыми товарами, пожаловались местные жители. Оперативники изъяли около 900 наименований жевательных смесей. По данному факту в настоящее время полицейскими проводится проверка, по завершении которой будет принято процессуальное решение. Вся изъятая продукция направлена на экспертизу. Так что же такое снюс? В его составе нет запрещенных веществ. К табачным изделиям он не относится. Да, есть никотин, поэтому и стоит ограничение 18+. Запретить продавать его в специализированных магазинах или рекламировать в интернете на законодательном уровне пока не могут. Возможно, этого и не стоит добиваться. А попросту нужно спрятать яркие шайбы, как и сигареты, в закрытые витрины. А бизнесменов и тех, кто ведет пропаганду, серьезно штрафовать. И тогда школьники перестанут подражать модным блогерам и пытаться быть с ними на одной волне. Виктория Редькина, Александр Шулдиков, Лев Рыжков, телерадиокомпания «Югра». Специально для программы «Больше чем новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова